Двое карганзинских пенсионеров третий год не получают пенсию и за последние 17 лет ни разу не обращались к врачам. Причем не по своей воле. Все это время они не могут оформить казахстанские удостоверения. В чем проблема, знает наш корреспондент Людмила Батюшкина. Замучились с этими документами. И что, не придешь каждый раз? Другое, 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 другое. Да сколько можно? Уже даже вот прям в голове. И каждый раз какую справку только не возьмешь, радуешься. Слава Богу, что теперь хоть сделаем документы. Сколько лет супруги Левшины обивают пороги госорганов, они уже и не припомнят. Они потеряли свои еще советские паспорта 17 лет назад. Когда кинулись, оказалось, документы уничтожены. Без них получить удостоверение оказалось практически невыполнимой задачей. А здесь переехали, сюда я ускорился в автобустный парк, вот, работал. Ну, когда, время когда есть, я приехал туда. Вот, надо, не такие фотографии не подходят. Другие надо. Ну, давай другие, я сфотографировался, что сдал. Приедешь там через месяц, что ли, ну ладно. Через месяц я не могу, меня Манукян не отпускает. Ну, начальство не отпускает. То есть, потом приехали, снова. Приехал, уже снова не такое. И я не стал ездить. Ну, это же опять, эту справку ждали полгода, даже больше. Теперь надо обратно эту справку, мы уже помрем. Так сейчас умереть-то надо удостоверение. Сейчас же без удостоверения-то не хоронят. Все бы ничего, если бы в советское время не уезжали в Россию строить Устилимскую ГЭС. Паспорта образца 74-го года им выдали там. Теперь доказать, что Левшины не принимали российское гражданство, не может помочь даже российское посольство. В посольстве российском в Астане я была, мне сам консул сказал, что они вообще считаются по документам гражданами Казахстана, вот, что голову морочат, почему они гоняют вас туда-сюда. Только за последние три года Левшины и их дети собрали уйму справок, объехали все архивы. Кроме паспортов, есть множество других документов, подтверждающих личность, но миграционную полицию они не устраивают. У них нет на руках паспортов, даже по которым можно было удостоверить их личность. Поэтому мы сделали запрос соответствующий органам Российской Федерации в Иркутскую область на подтверждение факта выдачи паспорта 74-го года. Будем ждать ответа. Не бывает такого, чтобы не было оттуда ответа. Запросы сотрудники миграционки отправляют уже не в первый раз. Ответа из России нет. Тем временем Левшины давно стали людьми-призраками. Без удостоверения они не могут оформить пенсию, третий год живут только помощью детей. Не могут обратиться в поликлинику, несмотря на то, что у Евгения Левшина больные ноги. И сколько еще будет продолжаться волокита, никто сказать не может. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Дмитрий Полюдов, 5 канал.